Продолжение следует... Я хочу отметить такой интереснейший факт, что Колумбус еще ни разу, ни разу не побеждал в сериях плей-офф. Это единственная команда в НХЛ. У нас есть звонок. Алло, добрый день. Добрый вечер. Добрый день. Я читал и мне кажется, что в 1981 году Эдмонтон проиграл, набравший 111 очков в первом раунде. Вот только не помню кому. Я читал в газете. 4-0 проиграл? 0-4? Да. Вот 4-0 я сгорал. Я, может быть, ошибаюсь. Но я знаю, что Эдмонтон набрал 111 очков в 1981 году. Кому-то проиграл тоже в первом же раунде. Кому-то проиграл. Я не помню кому и не помню с таким счетом. Я просто говорил о том, что я не уверен, что вообще команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате, проиграла 0-4 в первую серию. Но это мы проверим. Это я проверю. Что интересно было с Колумбусом? Вы посмотрите. У них ситуация такая. У них Бобровский вратарь и Панарин. У них заканчиваются контракты. И все думали, что они их обменяют. Но Колумбус сделал ставку именно на этот сезон. Мало того, они подписали Мэтта Дюшена и Райана Дзингела. Райан Дзингел это вообще наш. Он с Виатона, с штата Иллинойс, с пригорода Виатона. Но он играл. Они оба были в Оттаве. И Дюшен, конечно, сейчас просто душа команды, лидер команды. Он в этой серии играет просто блестяще. И еще вот дуэль вратарей. Два вратаря, два русских вратаря. Значит, Василевский в Тампе и Бобровский в Колумбусе. И всегда говорит, ну, действительно, вот Бобровский, сколько Колумбус, вот как пришел Джон Тартарелло, Колумбус третий год попадает в плей-офф. Но всегда в первых сериях они вылетали. И Бобровский, их вратарь, обычно в плей-офф играл далеко неудачно. Проваливался, мягко говоря, просто проваливался. В этой серии пока, особенно в третьем матче, в третьем матче, в третьем периоде он просто стоял на смерть. Пробить его было невозможно. Ну и тут есть психологический момент. Потому что я думаю, что Темпа Бэйн настолько была уверена, что они легко и свободно разнесут всех после такого блестящего регулярного чемпионата. Здесь вопросы психологии. Так что у нас еще есть звонок. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Як, скажите, пожалуйста, вы можете прокомментировать что-то о драке? О Вечкина со Свечниковым? Да. Пожалуйста, если можно. Большое спасибо. Я выскажу чисто свое мнение. Я очень рад, что Каролина выиграла 5-0. Видит Бог. Потому что в этой серии, вот если вы прочтете мнение специалистов перед матчем, значит, Вашингтон и Каролина, значит, многие, конечно, считают, что Вашингтону в этом году не светит снова выиграть кубок Стэнли. Но, тем не менее, эти обозреватели и те, кто делают ставки, считали, что Каролина, дай Бог, если выиграет один матч. Ну, один матч они уже выиграли. 5-0. Ну, Овечкин и Свечников. Конечно же, Свечникову я не знаю, кто там прав, кто виноват. Потому что, значит, как вы понимаете, тренер Каролина говорит, что Овечкин его задевал, Овечкин говорит, что тот его задевал. По крайней мере, Овечкин первый сбросил перчатки. Свечникову 19 лет. Он первый год в лиге. Овечкин здесь, слава Богу, уже больше 10 лет. И цеплять, конечно, просто я считаю, что к ветерану надо было относиться где-то с почтением. По крайней мере, не лезть, драться. Ну, и учитывая то, что Овечкин намного тяжелее Свечникова, тут результат этой драки, конечно, можно было легко определить. Он полез. Свечников предложил подраться, Овечкин принял. Ну, а дальше то, что Свечников пропустил такой удар в челюсть мощный, упал и ударился головой об лед. То, что он не будет играть в следующем матче, это уже сегодня точно четвертый матч он пропустит. Уже точно это определено. Они считают, что у него сотрясение мозга. Ну, подозревают, еще не доказано, еще врачи только проверяют. Ну, Овечкин, вы же знаете, он очень злой на площадке. Но он настоящий спортсмен. Вы знаете, что Овечкин, это не мой тип хоккеиста, это не мой самый любимый игрок, но не относиться к нему с уважением невозможно. Это человек, который, вот сколько он сезонов играет, он все время в прекрасной форме, он забивает много шайб, он действительно лидер команды, он ведет за собой команду. Ну, и вы знаете, он очень тяжело тренируется. Вот перед началом сезона, в лето, когда все отдыхали, был сюжет о том, как ведет себя в этот летний, летний межсезонье Овечкин, какие он поднимает тяжести, как он следит за собой. Это просто фантастика. Здесь его можно, наверное, сравнить только с футболистом Рональдо, который тоже всегда очень строго следит за своей физической формой. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Еще мне самое интересное, что Овечкин был в шлеме, с которым был у него стеклопластик в лицо. Кто-то его бил в этот стеклопластик просто. Ну, да. Он должен посмотреть его по-хорошему. Ну, слушай. Что я? Что я? Ну, он не должен был его, наверное, снимать, но не в этом дело, ты понимаешь, что... Ну, вообще, мы должны сказать, что за вот эти многие годы, что Овечкин здесь играет в лиге, он не так часто вступает в драки. Но, безусловно, тут с молодым пацаном он уже развернулся как мог. И, ну, он был просто и тяжелее, и сильнее, и опытнее. Понимаете? Во-первых, вопрос, почему он должен был снять шлем? Пацан к нему начал задираться. Это же не Овечкин к пацану. Да, Овечкин сбросил перчатки, но пацан к нему начал задираться. Он ему ответил, без проблем. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. А что я сказал, что они просто оба русских ненавидят? А, другой. Кто-кто ненавидит русских? Подожди. Я не услышал. Алло. Окей. Ну, они оба русские, ну, подрались между собой. Ну, что не бывает, да? Так что... Ну, понимаете, что вообще всегда есть в спортивных командах, согласитесь, такое, ну, в армии это называли дедовщиной. Значит, этот, его за 30 лет, он опытный игрок, и тут какой-то пацан его цепляет, который первый год лиги, которому только-только исполнилось 19 лет. Ну, тут уж надо его доказать, надо показать, что такое НХЛ, так что... Ну, ничего, я надеюсь, что ничего страшного со Свечниковым не произойдет, а то, что он получил хороший урок, то это так и есть. Не надо цеплять таких игроков, как Овечкин. Поэтому, ну, самое главное, что мне нравится, что Каролина выиграла, и, конечно же, у меня мечта, чтобы они одержали... Чтобы они хотя бы еще один матч выиграли, потому что уж так их смешивали с грязью. Понимаете, Каролина, по-моему, 10 лет, если не больше, они не были в матчах, в плей-офф, значит. И поэтому Вашингтон считался жутким фаворитом. Но, вы посмотрите, эта команда добилась очень большого прогресса. Она очень молодая, и за ней было очень приятно наблюдать вот в этом прошедшем сезоне. Так что, и вы знаете, что там молодой тренер, как его, Бринда Мор, он первый год в лиге. Ему удалось сплотить игроков, и, вы понимаете, и там нету так игроков, имеющих опыт в плей-офф. Поэтому Каролина вызывает, ну, у меня лично определенную симпатию. Ну, все равно я, конечно, понимаю, что Вашингтон в этой серии одержит победу. Опыт есть. Опыт. Вашингтон очень сильная команда. Но, тем не менее, вот смотрите, тут вообще для Вашингтона может очень удачно все сложиться. Вылетит Питтсбург, это их, вылетит Тампа-Бэ, это их основные соперники опытные. Ну, вот смотрите, опять же, тот же Нью-Йорк Айлендерс ведет в серии против Питтсбурга 3-0. Тоже какая-то же фантастика. Пришел всего-навсего тренер Тротс. Ушел Таварес, казалось бы, в Торонто ушел Таварес, один из лучших игроков. И, тем не менее, значит, в прошлом сезоне Нью-Йорк Айлендерс были самой худшей командой в свете пропускаемости шайб. У них была просто дырявая защита, по-моему, еще хуже, чем нынешние Чикаго Блэк Хакс. Кстати, Чикаго Блэк Хакс, чтобы я не забыл сказать, вытащили третий номер в драфте. Так что давненько, это с 2007 года у них не было такого высокого номера в драфте. Тогда был первый номер, они Кейна взяли. Ну вот, может быть, в этот раз они найдут. Трудно сказать, кого они там будут выбирать. И я очень плохо слежу за низшими лигами, поэтому кто там сейчас будет на драфте, я еще не знаю. Но, тем не менее, третий номер это высокий, хороший, это хороший номер. Так что, значит, касаясь Нью-Йорк Айлендерс, вот Троц, который тренировал Вашингтон, которому не дали деньги, которые он хотел, и он тут же перескочил в Нью-Йорк Айлендерс, он наладил игру в защите. И теперь, значит, команда чуть ли не пропустила меньше всех шайб. И они, вот смотрите, вот этой серии против Пинцбурга, они играют очень здорово, они ведут 3-0. Но посмотрим, как сумеют ли они оказать такое же сопротивление Вашингтону. Короче, вот такая вот ситуация очень интересная в хоккее возникает. Ну, еще невозможно не сказать пару слов о матче Торонто и Бостон. Здесь две примерно равные команды. Начнем с того, что они играли в плей-офф вот именно на этом этапе, в прошлом сезоне. Тоже тогда понадобилось 7 матчей, в итоге Бостон одержал победу 4-3. Сейчас вчера хоккеисты Торонто одержали победу, ведут в этой серии 2-1. Конечно же, очень тоже интересная серия. Если, вы знаете, что Бостон в этом году жутко страдал от травм. Но вроде бы к серии плей-офф основные игроки восстановились и вышли на площадку. Другое дело, что, говоря про Торонто, там, конечно же, жуткая защита. Вот просто такой опытный тренер, как Майкл Бэбкоп, не может ничего сделать. Правда, они постоянно при нем играют в плей-офф. То, чего не было... Торонто очень давно не выигрывала кубок Стэнли. И они... у них просто мечта. И они завоевать его. Ну, посмотрим. Для начала им надо пройти Бостон. Я думаю, что эта серия, скорее всего, что будет из 7 матчей. Потому что, ну, я считаю, что это две равные команды. И очень жаль, что они сошлись на таком раннем этапе. Кто-то звонит. Сейчас у нас давайте ответим. Алло, добрый день. Добрый день, Яков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, то, что вы рассказываете, я просто вспомнил. В 91-м году в Чикаго. В Чикаго Блэк Хокс выигрывают Президенчал Трофи. Так же, как Лайтенинг сейчас, да? Да, я помню. И первое, что я был на этой игре, еще стоячие места были. И первые игры, они играли с Миннесотой, которая тоже еле-еле попала. И Миннесота у них выигрывали не 4-0, а 4-2. Это было, конечно, там Макинон был на сцене, у нас играл Ронни, у нас там великолепные были. Лармер, великолепные игроки. Но я помню, это было так, удар по зубам и удар по голове. Мы выиграли Президенчал и в первой же. Но главное, Миннесота дошла до финала и проиграла Питтсбургу. Но это было, так сказать, very close, что вы рассказывали. Президенчал Трофи и в первом же круге их выбила команда, которая еле попала вообще в плей-офф. Как сейчас помню, был на этой игре. Рассказывай. Спасибо. Спасибо, Яков. Очень интересно. Так что, ну, сейчас мы делаем перерыв на рекламу, после чего мы продолжим нашу передачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова